Сегодня в областной детской клинической больнице открылась еще одна игровая комната в кардиологическом отделении, где раньше в качестве развлечения у маленьких пациентов был один лишь телевизор. Помещение отремонтировали и благоустроили волонтеры на деньги, вырученные с благотворительного концерта. Еще в ноябре в области прошел марафон «Открой сердце» с участием команд КВН и творческих коллективов. В Благовещенске, например, удалось собрать 54 тысячи рублей. Чем теперь смогут занять себя дети в комнате отдыха, узнала Ирина Кобзарь. В этой комнате о прежних временах напоминает только линолеум, его не меняли. А вот стены и потолок волонтерам пришлось перекрашивать. Белили и штукатурили студенты по вечерам после занятий в вузах. Поменяли даже лампы дневного освещения. В общем, на ремонт ушло почти полтора месяца и 54 тысячи рублей. Открытие этой комнаты, точнее ремонта ее у нас зародилось еще в ноябре месяце. Мы специально провели концерт, где мы собрали деньги, которые потратили на красный ремонт. Силами студентов, наших добровольцев. Сейчас в кардиологическом отделении лежат 30 детей. В январе их было 50, рассказывают сотрудники больницы. Это отделение всегда нуждалось в игровой комнате. Ведь сюда привозят всех, от новорожденных до 18-летних. И еще вчера единственным развлечением в отделении был телевизор. Если ребенок поступает в отделение, и ему нечем заняться, и он тоскует и по дому, и все равно, и по-любому, он находит там общение с друзьями. Он смотрит там телевизор или какие-то диски. Там же также игры. Очень много наших детей, даже мальчиков, они занимаются ручной работой, творчеством. Вот только воспитателя в этом отделении нет. Раньше в больнице работали 22 воспитателя, по два на каждую игровую. Сейчас осталось двое. В онкогематологическом и неврологическом, так как в этих отделениях дети проходят лечение годами. В остальных 9 игровых комнатах за малышами присматривает только медперсонал. Играть с детьми некому. Правда, в больнице, признались, этот вопрос вполне решаем. В больнице должен быть со стороны администрации, я думаю, назначен такой координатор между деятельностью волонтерских отрядов и больничным учреждением. Все-таки нужно понимать, что приходя сюда на работу, волонтеры и работая с детьми, у которых есть определенные заболевания на время пребывания в больнице, они требуют какого-то особого внимания. В перспективе заниматься с малышами в игровых комнатах будут студенты педагогических специальностей, а пока роль аниматоров возьмут на себя мамы и старшие дети. Ирина Кабзай, Роман Юдаков, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».